Рассмотрим условия на границе раздела диэлектрика. Сверху вводит у нас полупространство с относительной диэлектрической проницаемостью ε1, а снизу ε2. И рассмотрим вектор напряженности электростатического поля в первой среде Е1, во второй среде Е2. Если мы выберем контур в виде маленького прямоугольника очень маленькой высоты, то циркуляция вектора напряженности электростатического поля по этому замкнутому контуру L, L контур будет равна нулю в силу потенциального характера электростатического поля. При этом у нас Е, если мы выберем правило обхода по часовой стрелке таким образом, что DL будет сверху направлена направо, а снизу она будет направлена налево, то учитывая небольшую величину отрезков 1, 2, 3, 4 этого контура, мы сможем записать такое произведение Е1 тангенциальное, когда мы будем брать скалярное произведение, то у нас здесь появится в силу тупого угла между жительными направлениями этих векторов такой знак минус проекция Е1 на направлении вектора DL будет отрицательна DL плюс а здесь проекция Е2 на направлении вектора DL будет положительна поэтому здесь будет знак плюс Е2 тангенциальное на DL равна нулю плюс две маленькие штучки, которые мы опустили из этого условия можно записать, что Е1 равно Е2